Прямая линия с главой республики Чувашия Олегом Николаевым состоялась сегодня. Почти семь сотен вопросов уже получили или получат в ближайшее время ответы. Одной из самых волнующих тем стала, разумеется, вакцинация. Людей интересует, почему добровольная прививка становится практически обязательной. Вадим Муравьев продолжит. Без сертификата и QR-кода уже не пускают в некоторые кафе. Говорят, что и гостиницы станут бесковидными зонами. А любители теорий заговора распространяют в интернете слухи о том, что и продуктовые магазины для антипрививочников станут недоступны. Есть текущая эпидемиологическая ситуация. Она несет угрозу жизни и здоровью большого количества населения. И в связи с этим, опять же, по нормам законодательства, для того, чтобы защитить большую часть общества, вводятся, скажем так, некие специальные режимы. В условиях выхода из демографической ямы середины 90-х остров стал вопрос с доступностью школ. Спрашивали главу о строительстве новых и модернизации старых с учетом современных образовательных стандартов. Мы планируем эти школы начать также строить в ближайшее время. Если не в этом году, то на следующий год. И есть желание также завершить работу в конце 23-го года. Значит, эти школы, эти пять школ, мы планируем в их строительство войти уже по другой программе. Если бы по микрорайоне университет мы вошли в строительство по базовой программе образования, то вот эти пять школ мы планируем зайти по программе конституционного соглашения, который на сегодняшний день реализовывается правительством Российской Федерации. Несмотря на жару на улице, задавали вопросы и о перспективах отопительного сезона и концессии с теплогенерирующей компанией Т-Плюс, с которой подписано соглашение о передаче коммунальных сетей Чебоксар и Новочебоксарска. Олег Николаев подчеркнул, что соглашение неоднократно обсуждалось и деятельность конституционера под пристальным контролем. Текущая ситуация какая? На сегодняшний день 40% жителей Чебоксары напрямую платят за теплоснабжение Т-Плюс, 60% платят теплосети города Чебоксары. Мы видим, что теплосети не способны сегодня очень быстро модернизировать те активы и доставить тепло без потерь. То есть ситуация все ухудшается. И здесь две пути. Либо мы все это очень быстро модернизируем, поэтому на это надо тратить большие средства, а их нету. Либо мы объединяемся с Т-Плюс. Прием и обработка сотен вопросов шла через специально разработанный к прямой линии чат-бот в Телеграм. Он систематизирует всю поступающую информацию в автоматическом режиме. Так что ни один вопрос не затеряется среди прочих. Он очень просто работает. Вы его запускаете. Вот вам пишется приветственное слово. Вы пишете туда свой вопрос. Например, вот как для теста я пишу вопрос. Он уже зафиксирован. Как бы ничего сложного. Если необходимо, вы можете добавить видео и также фото вашей проблемы. Жители оставляют свой имейл, либо сотовый телефон, чтобы в дальнейшем с ними могли связаться. Глава Чебошей назвал вопросы жизненными. Это то, что волнует людей, то, что требует немедленного вмешательства. А такое общение – простой способ узнать о том, что происходит в регионе. Без прикрас и приписок. Та самая обратная связь власти и простых людей. О чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, для которого прямой разговор с россиянами уже стал традицией. Важно, как доходят или иные наши действия до конкретных населенных пунктов, до конкретных людей. И вот поступающие вопросы, они как раз очень четко отражают их дохождение до конкретных территорий. Ну и, конечно же, исходя из этого, где-то, наверное, появляется понимание, что надо перенастроить, что еще надо дополнительно делать или какие меры еще надо дополнительно запустить. Когда такие вопросы возникают, учитывая, что мы очень много делаем для того, чтобы эти вопросы решались, и потом у меня есть достаточно много информации о том, как отрабатывают должностные лица как республиканского, так и муниципального уровня по тем или иным направлениям, конечно же, у меня некоторые, скажем, эти вопросы вызывают внутреннее возмущение. По результатам прямой линии будет не только подготовлен подробный отчет, но и приняты соответствующие решения, в том числе и кадровые. Вадим Муравьев, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Павел Иритков и Юрий Марков. Республика.